Все мы постоянно куда-то спешим, куда-то бежим или едем. Так или иначе, наша жизнь связана с движением. Именно движению посвящен наш новый проект. Мы будем брать интервью по дороге. Вот именно по сравнению с непрямыми конкурентами, Audi Q8 отличается самым обширным и комфортным салоном внутри. Мария Крутасова знает об автомобилях, если не все, то по крайней мере намного больше остальных. И это потому, что уже много лет руководит автосалоном Audi. В этом харизматичном человеке сочетаются самые противоречивые качества. С одной стороны блондинка-модница, с другой трудоголик и ответственный директор. Светскую жизнь многодетная мама успешно совмещает с семейной, иной раз обходясь без няни и помощниц по дому. Как оставаться милой и женственной и столько всего успевать, это мы и выясняем. Конечно же по дороге. Ну а когда же еще найти время? Скажи пожалуйста, в каком возрасте ты научилась водить машину? Было ли это для тебя легко? Я сдала с первого раза и теорию, и практику. Но честно скажу, что с практикой немножко у меня, помню, были затруднения с горкой. Вот именно потому, что это сейчас автомат, а там ручное управление, механик, газ, тормоз, переключать. Не на том концентрироваться, но тем не менее я сдала с первого раза. Значит, что касается автомобиля, то есть какая-то предрасположенность к ним, мне даются легко, я чувствую себя комфортно на дороге. Как ты считаешь, как специалист, только честно, вот что лучше, автомобиль поддержанный, но более дорогой, более роскошный, чем вот может себе позволить на данный момент человек может себе позволить? Или чтобы это все-таки была машина новая, но такая посредство, вот что лучше выбирать? У меня была Lada отечественная, автомобиль, то, что могла себе позволить, и, наверное, это было соответственно в то времени и, в общем-то, моему, так скажем, достатку и позиционированию. Потом, конечно, по возможности, когда появляется импортер, первая машина остается Audi A3 жемчужного цвета. Ну, потом TT, мощная S5 была, купе Audi A5 и A8 42, но дело не в этом. Конечно, мне хотелось вне зависимости от того брать новый автомобиль, я скажу честно. Я сейчас могу сказать, может быть, профессионально, стратегически неверно, но я скажу искренне, я всегда выбираю новый автомобиль по достатку. И ведь в Audi сейчас достаточно входной билет стал, да, цены повысились, но он стал доступен благодаря кредитным программам. И в Audi всегда в любых моделях, а тем более в новой модели, которая недавно вышла на рынок, помимо хорошей обзорности, эргономика заключается в том, что водитель не отвлекается от дороги. Вот обратите внимание, мультимедийный антерфейс. Я могу управлять с руля, я могу управлять тачскрин, выбрать любую мне радио, навигация, куда это мне надо ехать, да, локацию, цель моего достижения. Я могу выбрать настройки, жуткость. И сейчас мы едем в уровень комфорта. То есть я не буду отвлекаться от дороги, у меня это будет либо голосовое управление, либо тачскрин. Кроме того, управление голосом, а также громкостью, выбором в радиостанции и прочее могу делать с руля. Это качество отделки, приятная кожа, вот мы сейчас на вентилируемых сиденьях, с уницией массажа, устала спина, я включаю. Также я могу задать себе ритм массажа вот здесь с помощью мультимедийного интерфейса. А думала ли ты в детстве, что твоя жизнь будет связана с автомобилями? Или может, как все девочки, хотела быть принцессой, артисткой, или там еще какую-то профессию для себя присматривала в детстве? Об автомобилях я не мечтала, для меня они были все одинаковые. Хотела я стать актрисой, соответственно, знание языков, литературы, игра. Потому что для меня актрисы – это различные роли, это красота, это созидание, это какое-то наставничество. Вот, может быть, поэтому я стала преподавателем иностранных языков, потому что мне хотелось кого-то учить, доставлять что-то. Когда, может быть, это передалось, так скажем, по наследству в генном коде от родителей, когда ты воспитываешься в семье преподавателей, доцентов, кандидатов наук. У меня просто папа – кандидат наук, доцент, мама – старший преподаватель иностранного языка. То ты, конечно, в такой преподавательской семье прежде всего ценится уровень твоего кругозора, уровень твоей воспитанности, понимание, знание определенных основ каких-то, общепризнанных. Скажи, откуда ты узнаешь о трендах? Ты что-то читаешь или доверяешь знакомым и любимым бутикам? Узнаю из интернета. Мы сейчас с помощью социальных сетей можем посмотреть даже показы прямые тех же модных домов. Пожалуйста, хоть Шанель, хоть Бауман, хоть Сент-Варан, хоть Оль Чикабана. Прежде всего, я читаю специальную литературу. Это история, потому что, чтобы определить свой стиль или дом, какое-то пристрастие, все-таки ты идешь через философию этого бренда. Подходит ли она тебе по твоей философии, по твоему внешнему виду? Я покупаю журналы модные, Датлеры, Инстайл, Вок, Базар, потому что мне нравится ощущать, смотреть на красивые вещи, посмотреть тренды. Я читала также и Алену Долецкой книжку «Не жизнь, а сказка», когда она рассказывала свою работу как главного редактора. Так сложилось, что у меня есть подруги, которые в жизни вот так и встретились, они занимаются модой и автомобильным бизнесом. Был случай, когда они меня приглашали на показы, уже где именно происходит, так скажем, заказ модели. Это не просто там заказ шоу-рум, это прямо модные показы, Доль Чикабаны и другие. Как у тебя происходит комплектация твоего гардероба? Достаточно ли там вещей или там больше, чем достаточно вещей? Как вот это все у тебя регулируется? Это однозначно, перебор есть. Но что делать? Есть некоторая слабость, могу себе позволить. В том смысле, это я сама себя утешаю, на самом деле надо над этой слабостью работать. Но почему могу позволить, что меня окружают одни мужчины, поэтому мне нужно как-то расслабляться. Вот я нахожу в шопинге себе какую-то иногда душу, ну и творчество, и креатив поет душа. Тебя в твоей семье окружают мужчины. Три сына, муж, и вот в таких условиях, в таких обстоятельствах. Как оставаться девушкой? Затягивают ли они тебя на свою мужскую половину? Или наоборот, хочется быть еще более нежной, романтичной, еще больше позволять себе слабости, растут столько плеч, которых мужских плеч, которые готовы поддержать. Как вот это все обстоит у тебя? Хотела бы сказать, что наоборот, они делают меня жестче. Может быть, для моей профессии это самое подходящее, потому что, когда ты становишься матерью, тем более, да, не один раз, ты становишься очень сентиментальной. И начинаешь всех жалеть. Вот это все. Это край, это конец бизнесу. Я это говорю не из книг научных или книг по психологии, а из личного опыта. А в бизнесе, к счастью или к сожалению, вот эта жалость, это приводит к краху и к несчастью. Только рассудок, где-то жестокость, строгость, дисциплина, может быть, борьба, выносливость. Вот она дает успех и дает потом результаты. А это дает вот моя семья, потому что у мужчин все по-другому. Лирика их совершенно не волнует. Их волнует результат. Должен быть ужин все, должны быть чисто, как ты это организуешь, это уже твои вопросы. Должно быть уютно. И, конечно, не дают расслабиться во внешнем виде. Потому что у меня уже старший сын, советчик, который говорит, мам, слушай, ну вот, наверное, не стоит уже одеваться. Вот это лучше. Наверное, вот это вот сейчас более тренде. Поколение разное. Разный подход. И самый, конечно, ценительный, это, конечно, муж. Он вне времени не знает, откуда у него такой вкус. Но он точно знает. Вот в этих нюансах очень хорошо разбирается. Например, кто-то сам отказывается, чтобы здоровье было хорошим, не прибегая к диетологам, сам ограничивает себя сладким, жирным и жареным. А кто-то обязательно идет к специалисту, к диетологу, который ему прописывает меню. Вот если это все спроецировать на соцсети, как у тебя обстоят дела? Ты сама это представляешь, как взрослый человек разумный, что про это нельзя писать, про это надо, про это можно. Либо все-таки есть те люди, которых ты слушаешь, у кого ты консультируешься. Я имею в виду личные, потому что коммерческая история, это и есть коммерческая. Ну, честно скажу, есть над чем работать. Просто не нашла еще того профессионала. Если у меня скоро будут те люди, которые возьмут, наверное, это будет аутсорс. Однозначно. На все надо время. Нужны знания, нужны опыт. Честно скажу, не хватало времени сейчас, я сама ставлю себе в планах прослушать курсы по соцсетям. Именно по возможности пройти какие-то курсы для того, чтобы правильно потом контролировать и вообще свою страницу ввести, и быть в тренде. И чтобы общаться на одном языке с теми людьми, которые будут это делать. Наш Челябинск очень принято, ну, как-то ругать, иронизировать, и какие-то саркастические мысли по его поводу проявлять. Но все-таки мы в этом городе живем, и мы его любим, принимаем. Вот скажи, пожалуйста, за что Челябинск хочется любить, и что бы ты в нем изменила? Самое главное, чтобы он стал еще лучше. Наверное, что классное, я бы не поменяла хорошее, это люди. Каждый город еще ассоциируется не только с памятниками культуры, истории его, но и теми жителями, которые его населяют, и которые делают, и носят какой-то вклад в настоящий момент. Я считаю, что это самые красивые уральские женщины. Насчет мужчин не знаю, что я должна была, наверное, рассказать. Да, но вот женщины у нас красивые, они какие-то необыкновенные, в плане того, что они могут сочетать с собой и красоту, и семью, и работу. Город прекрасный, много озер, лесов, но вот неправильное, такое небрежное отношение к окружающей среде, к экологии губит нас. Просто губит наши жители и не дает, понимаете, детям развиваться, оставаться здесь. Я думаю, ведь неспроста очень много уезжают выпускников, уезжают в Москву и в Питер. Почему? Потому что они не видят свое развитие будущего. Поэтому я окружаю себя спортом, результатами, окружаю себя приятными людьми, правильно, и город остается прекрасным. Сама делаю свой дом, пожалуйста, у меня есть маленькая тепличка, выращиваю для души, зелень, овощи, фрукты. Большое спасибо, это было интервью по дороге, до новых встреч.